Привет, и я рад, что ты присоединился к данному курсу, потому что я уверен, что здесь ты найдешь для себя много чего полезного и интересного про JavaScript, что позволит тебе также спрогрессировать. Как будет построен процесс обучения в данном курсе? Я буду показывать тебе с нуля создание приложения без библиотеки и без фреймворков на чистом JavaScript. То есть ты увидишь каждый мой шаг, который позволит с нуля написать приложение и позже залить его на удаленный хостинг, для того, чтобы другие также смогли посмотреть на твой результат. Также процесс обучения я построил итеративно. Это означает, что мы вначале будем решать задачу, и после будем искать более оптимальное, более красивое для него решение. То есть будем оптимизировать и улучшать наш код, то есть чтобы ты понимал, откуда и зачем берутся те или иные решения. Также мы поговорим про настройку инфраструктуры и зачем нужны те или иные инструменты и какие проблемы они решают. В общем, контента здесь действительно будет много, он будет очень насыщенный и интересный. Какие у меня есть рекомендации к прохождению данного курса? Безусловно, вначале лучше смотреть, что я пишу, но очень важно, чтобы ты также переписывал для того, чтобы набивать руку, чтобы тоже практиковаться и чтобы у тебя был какой-то результат. В идеале, если тебе на каком-то моменте будет все понятно, ты остановишь ролик и попробуешь из этого состояния сделать что-то свое. Я буду подсказывать, где это можно будет сделать. И по итогу мы получим уже готовый результат, который ты сможешь использовать как тебе будет угодно. Такие вводные слова, поэтому теперь давай начинать. И начнем, пожалуй, с самого основного, это с текстового редактора, где мы будем вести разработку. В дополнительных материалах к данному видео я оставлю ссылки на два текстовых редактора, которые, я считаю, идеально подойдут для данного курса. Лично я же буду использовать текстовый редактор WebStorm. Его ты можешь найти вот по такому запросу, если не хочешь смотреть дополнительные материалы. То есть это умная среда разработки для JavaScript на сайте jetbrains.com. Сам редактор является платным, однако у него есть бесплатная версия на 30 дней, то есть ты можешь скачать, и у тебя будет все то же самое, что и у меня. Если тебе нравятся бесплатные, но не менее крутые решения, то тогда тебе подойдет вот такой редактор. Вижу Studio Code, он уже от компании Microsoft. Тут его можно скачать, установить себе на компьютер, и в принципе все будет похоже. То есть интерфейс будет другой, но в конечном итоге нам важно, чтобы мы написали работающее приложение. То есть с этого мы начнем. Я буду использовать WebStorm, то есть при запуске он выглядит таким образом. И первое, что мы делаем, мы создаем наш проект. Нажимаю кнопочку Create Project, и давай я его назову. То есть мы с тобой разрабатываем сейчас конструктор сайтов на чистом JavaScript. Приложение будет динамичное и интересное. Я назову его, допустим, Jazz Constructor. Посмотрим, есть ли у меня такой проект, и что такого нет. Все, и я получаю абсолютно чистый проект. То есть на самом деле это всего лишь папочка, где я буду складировать все файлы, которые мне потребуются для разработки. И на самом деле начать нам стоит с того, что мы разрабатываем с тобой в браузере. Поэтому я создаю здесь файл index.html, который будет являться заглавным файлом для нашего приложения. Далее. Здесь мы можем воспользоваться такой интересной функцией, как поставить восхитительный знак и нажать Tab. Это Emmet. То есть плагин, позволяющий оптимизировать работу с HTML, чтобы быстрее писать HTML. Потому что тут структура, в принципе, очевидна какая. И тем самым мы генерируем начальный шаблон. В Visual Studio Code примерно та же самая история. То есть там тоже ты получишь примерно такой же результат. На самом деле из главного нам здесь нужно только, чтобы был доктайп, HTML, head. Ну вот, возможно, этот тег, title и открытый body. То есть вот этот вот тег, в принципе, мы можем и удалить, чтобы он нам не мешал. Давай здесь мы зададим какой-нибудь title. Например, javascript constructor. И далее, для того, чтобы нам упростить взаимодействие со стилями, потому что весь акцент мы будем делать на javascript, я подключу CSS-фреймворк, он называется bootstrap, находится по адресу getbootstrap.com. Здесь мы можем перейти в поле gestated, то есть нам здесь javascript не потребуется, нам потребуется только его CSS. Поэтому я беру, копирую данный CSS, перехожу в WebStorm и вставляю просто в секцию head. То есть таким образом у меня подключился bootstrap и я смогу его использовать. Теперь давай зададим базовую разметку, то есть опять же на стиле мы сильно обращать внимание здесь не будем. Тем не менее, про них не стоит забывать. Для начала у нас будет класс, который называется container.fluid. Здесь я также использую emit, то есть пишу точку, селектор класса, дальше нажимаю tab и получаю целый div. Внутри нам потребуются два класса, это bg-light, для того чтобы задать серый цвет тому месту, где у нас будет находиться непосредственно сам конструктор. И я еще добавлю один класс, который назову sidebar. Это уже будет свой класс, который я буду сам стилизовать. И также мне потребуется здесь какой-нибудь другой класс, который я назову, например, content. Теперь я задам айдишники данным блоком, для того чтобы впоследствии с ними было проще работать. К корневому блоку я задам id app, потому что это сокращенно от application, и здесь будет храниться все наше приложение. Допустим, этому div, это у нас sidebar, то есть здесь у нас будет форма, где мы будем конструировать наш будущий сайт. Допустим, я назову id panel, и здесь, допустим, я задам id, ну скажем, сайт. Почему бы и нет. Далее я хочу стилизовать все эти блоки. Для этого в корне я создам новый файл, который я назову main.css. И вставлю сюда заранее готовые стили. На самом деле они очень простые, то есть блоку с id app я задаю position relative, контенту я задаю position absolute, и отступ слева 200 пикселей, что равняется ширине как раз-таки sidebar. Ну, у sidebar здесь position fixed, и есть определенные стили типа padding, box shadow и так далее. То есть это что касается стилей. Не забываем подключить данные стили после bootstrap. Файл называется main.css. И теперь, в принципе, мы можем посмотреть на то, что мы уже получили. Значит, если ты работаешь в WebStorm, то наведя на правый верхний угол, тут есть такие иконочки, и учитывая, что я работаю в хроме, то я могу нажать на кнопочку хрома, откроется некоторый localhost, и здесь мы можем видеть тот проект, который мы только что и создали. Теперь, соответственно, мы можем поговорить про наполнение самого сайта. Да, это как раз-таки блок контент. Значит, из чего наш сайт будет состоять? Вначале я хочу все это определить в HTML, чтобы впоследствии было проще переносить в JavaScript. Для этого мы будем использовать очень простую конструкцию. То есть для того, чтобы создать один блок, я создаю div с классом row, и дальше буду пользоваться другим классом внутри, то есть эти стили я беру из bootstrap, который будет называться call.sm. Такой структурой будет определяться у нас один блок. Ну и, допустим, мы рассмотрим некоторые типы блоков. Скажем, для начала я введу заголовок h1, например, hello world, естественно. Впоследствии все текста мы, конечно же, заменим. То есть это у нас будет блок с тайтлом. Допустим, теперь я задам блок, например, с текстом. Он будет в параграфе p. Здесь, кстати, мы можем ввести вот такой сниппет, написать lorem, и дальше количество слов, которые нам нужно, например, 10. Нажать tab, и мы получаем mock-овый текст, который нам служит для разработки. Значит, копируем данную структуру. Допустим, мы будем также рассматривать еще вариант с колонками. Колонки я буду определять таким образом. То есть у меня будет несколько блоков с классом call.sm, например, и внутри будет некоторый текст. И также нам необходимо рассмотреть картинку. Но картинку давай рассмотрим чуть позже, пока вот пойдем с этими тремя блоками. Нам этого будет достаточно для понимания. Собственно, переходим в браузер, обновляем страницу, и вот мы получаем наш исходный результат. То есть пока это все не очень красиво, но тем не менее мы видим, что есть блок с названием, есть текст и есть колонки. То есть нам нужна была именно эта структура. Соответственно, в чем заключается следующая наша задача? В том, чтобы создать какой-нибудь JavaScript и уже динамически выводить весь этот контент. Для этого я создаю новый файл в корне, который назову, например, index.js. И, безусловно, мне необходимо его будет подключить. Подключить его лучше перед закрывающим тегом body. Здесь я пишу скрипт и указываю source, атрибут source на файл index.js. По сути, теперь я хочу уже порассуждать, то есть в чем заключается теперь идея. Понятно, что для того, чтобы встроить сайт через JavaScript, вот эти вот все вещи нам необходимо будет задавать динамически. То есть все вот эти вот блоки row нам необходимо будет создавать через JavaScript. Сам блок контент или ID сайт, он должен быть у нас пустой. Соответственно, нам нужно придумать модель. Модель — это просто некоторый JavaScript объект, некоторая сущность, которая может описать вот этот вот HTML блок. Учитывая, что у нас тут есть явный список, то есть вот один элемент, вот другой элемент, вот третий элемент и так далее. То есть сам сайт строится именно по блоковым. Мы можем это все описать в массиве. То есть массив — это набор как раз-таки различных объектов, которые мы можем сохранить. То есть наша задача сводится к тому, чтобы придумать такой массив, который сможет в JavaScript описать эти блоки, и дальше с помощью этой модели, этого массива, уже сформировать такой HTML. На самом деле все это выглядит очень просто. Давай попробуем. Значит, я создаю константу, назову ее модель. Это будет у меня массив. Безусловно, в массиве мы можем хранить как и строки, так и числа, но также мы можем хранить в них и объекты. Объект в JavaScript — это такая универсальная сущность, которая по сути является некоторой группировкой свойств. То есть тут мы можем хранить все, что пожелаем. И в этом объекте, допустим, я хочу описать первый блок. Блок называется title. То есть здесь мы храним некоторые названия. Соответственно, какие у него должны быть значения? Во-первых, я хочу ввести здесь поле type. Type, который будет указывать, какой же тип у этого блока. И тут я сам придумываю это название, например, title. Дальше. Значит, на самом деле мы примерно понимаем структуру шаблона до этого блока, и нам нужно вот это вот значение, потому что именно его мы сможем конструировать как раз-таки через нашу форму. И я предлагаю назвать это поле value. То есть пока мы можем его просто записать, как hello world from JS, например. И на самом деле этого, в принципе, для начала нам будет достаточно. То есть теперь наша задача, чтобы мы, по сути, придумали такие же объекты, которые будут описывать и другие блоки. Собственно, идем дальше, смотрим. Значит, здесь у нас уже текст, да, поэтому здесь я пишу type text. И также value, здесь будет у меня какое-то значение текста. Here we can go with some text. Да, пока это просто временное решение, поэтому могу себе позволить. То есть тут я пишу само значение текста, потому что структуру я понимаю, и здесь у нас находится параграф P. Окей, что касается теперь колонок. С ними, в принципе, то же самое. То есть я назову тип, например, columns. И в данном случае value у нас будет не просто как строка, да, потому что тут у нас уже множество элементов. Соответственно, раз это множество, то это у нас массив, да, поэтому здесь я пишу массив, который будет состоять из различных строк. Ну, допустим, пока что, чтобы нам просто определить, что мы делаем все правильно, значит, я поставлю вот такие вот классные строчки, которые позволят нам определить, сколько всего у нас будет колоночек в данном блоке. И теперь получается, что вот у нас есть модель, и теперь мы можем с помощью этой модели сгенерить нужное HTML. Каким образом? Ну, для начала нам необходимо понять, куда мы хотим рендерить весь этот контент. Да, соответственно, это у нас блок сайт. Поэтому я могу, вначале должен получить доступ до этого блока с помощью document.query.selector. И дальше описываю здесь обычный CSS selector, то есть меня интересует сайт. Как результат я получу переменную, которую я назову, например, сайт. Здесь я придерживаюсь такой идеи, что те переменные, которые я получаю, которые являются DOM элементами, например, которые возвращаются из метода querySelector, я обозначаю через доллар. То есть эта практика пришла из старинных времен, когда мы использовали jQuery. Вот сейчас мы jQuery почти не используем, но при этом так проще отличать, какие элементы у нас являются DOM элементами, и какие просто являются переменными, да, то есть со знаком доллар. Можно его не ставить. И дальше получается, что сюда нам нужно положить весь этот контент. Соответственно, нам нужно пробежаться по массиву model и сгенерировать HTML в зависимости от каждой модельки, да, от каждого объекта. Для этого мы можем обратиться к нашему массиву model и вызвать у него метод, который называется forEach, да, то есть это цикл, позволяющий припекаться по каждому элементу, где на каждой итерации мы получим элемент block, и в forEach мы передаем callback функцию. То есть здесь я пишу стрелочную функцию, и теперь если мы посмотрим, например, в консоли, что такое у нас block, обновим страницу, открою консоль, то вот мы получаем объект, который как раз-таки мы описывали в нашем массиве. Отлично. Теперь как сформировать HTML для данного объекта? Для начала нам нужно определиться, а какой вообще HTML формировать? То есть тут мы зависим именно от типа данного блока. Поэтому самое простое, что я могу сделать, это написать, если блок type, да, то есть с помощью именно типа мы определяем, какой HTML нам нужно будет сделать. Допустим, равняется title. То в таком случае я хочу сформировать некоторый HTML. Давай его создам здесь, например, с помощью letHTML. По умолчанию это будет пустая строка. Здесь я использую let, потому что HTML у меня будет изменяться в зависимости от условия. И, соответственно, пишу, что в таком случае, если это title, то HTML будет равняться здесь внимательно. Я ставлю вот такие обратные кавычки, потому что в них я могу соблюдать форматирование строк и вставлять шаблонизацию в JavaScript. То есть я беру дальше и копирую всю эту структуру. На самом деле я могу ее даже вырезать отсюда, потому что она больше нам не потребуется, и вставить прямо сюда. Поправлю форматирование. То есть мы получаем вот такой вот шаблон, но теперь нам нужно использовать как-то еще вот это значение value, потому что если мы оставим все в таком виде, то каждый раз у нас будет статический текст. Поэтому здесь я удаляю, ставлю вот такие символы, доллар и две фигурные скобочки, которые позволяют прямо внутри строчки писать JavaScript. И значение, которое нам нужно, находится в поле value. То есть здесь я пишу block.value. Собственно говоря, дальше мы делаем то же самое. Проверяем, что если блок type у нас равняется, например, текст, то есть следующему типу, то это означает, что переменной HTML нам необходимо присвоить шаблон блока текст. Поехали. Тоже могу его вырезать отсюда. Вставить сюда, править форматирование, убрать лишний, enter. И то же самое, что тут у нас другой шаблон. В параграф p мы вставляем также блок value. У нас есть еще один блок. Значит, else if block type равняется columns. То пока я оставлю здесь пустое пространство. Если у тебя есть идея, как это реализовать, то напиши лучше это самостоятельно, потом проверь с моим решением. Пока что я хочу протестировать то, что у нас уже получилось. Соответственно, что у нас есть? У нас есть некоторая переменная HTML. Она является обычной строчкой. И по сути дальше нам просто этот HTML необходимо поместить как контент в поле сайт, блок сайт. Соответственно, мы можем обратиться к нашему сайту. Дальше. У дом элементов, таких, которые мы получаем, есть метод, который называется insertAdjacentHTML. Этот метод позволяет вставлять в определенное место HTML, который представлен в виде строчки. Первый параметр мы здесь указываем, куда именно нам необходимо вставить этот контент. А вторым параметром мы, в общем-то, описываем ту строчку, которая является HTML. В нашем случае вот этот метод, он принимает в себя первым параметром 4 фиксированные строчки. Допустим, если ты не знаешь, то можно скопировать название данного метода, перейти в Google. Кстати, это тоже очень важное умение, находить информацию. И любую документацию я рекомендую читать на сайте developer.moziva.org. Вот у нас есть описание этого метода. InsertAdjacentElement. Тут все на русском языке. То есть написано, чем он отличается. Вот, например, innerHTML, почему лучше его использовать. И вот первый параметр — это position. Значит, у него есть четыре, как я и говорил, вариации. Это beforeBegin, то есть до самого элемента, до открывающего тега, afterBegin, после открывающего тега, beforeEnd и afterEnd. Вот наглядный пример того, как это выглядит. То есть в нашем случае сам элемент — это элемент P. Если это beforeBegin, то он идет до параграфа. Если afterBegin, то сразу же после открытия, beforeEnd или afterEnd. Логично, что раз мы поочередно вставляем эти блоги, то нам нужно использовать параметр beforeEnd. То есть каждый раз блок будет вставляться перед концом и, в общем-то, идти вниз. Вот, тут есть различные примеры, как это использовать, но мы сейчас сами с этим и попрактикуемся. То есть нас интересует параметр beforeEnd. Кстати, наверняка ты обратил внимание вот на эту штуку. В данном случае написано where. Этот текст я не пишу. Это подсказка редактора, которая говорит мне, как называется параметр. То есть вот то, что вот так вот выглядит, это просто подсказочка. Называется notation. Да, здесь тоже. То есть тут ничего нет, никакого текста, поэтому его ни в коем случае нельзя переписывать. Вот все, что у меня здесь написано. Да, если я скопирую вот это и перенесу сюда, то, видишь, нет никакого здесь селектора. Да, то есть это просто подсказка. Обрати на это внимание. Итак, мы поместили, значит, в наш сайт HTML и, в принципе, можем даже уже посмотреть, что получилось. То есть я обновляю страницу и вот у нас есть колонки, которые мы пока еще не убрали из HTML, но тем не менее у нас уже есть то, что мы описали в модели. Круто? На мой взгляд, естественно, это круто. Значит, теперь если вернуться к коду и посмотреть вот на то, что мы написали, то, конечно же, это все работает, но это решение абсолютно немасштабируемо, потому что, ну, если нам потребуется добавить сюда еще колонки, мы будем писать здесь отдельный функционал. Короче говоря, я хочу, чтобы теперь мы подумали об небольшой оптимизации всего этого кода и сделали его красивым. Значит, вот такие вещи лучше выносить в функцию. Я создам функцию, которая на самом деле будет являться таким некоторым компонентом, позволяющим на основе параметра блок генерировать нам нужный HTML. Таким образом мы сможем вынести его отсюда и разгрузить данный блок. Например, я создам функцию. Значит, здесь мы работаем с title, поэтому я так и назову ее title. И я хочу, чтобы эта функция принимала в себя параметр блок. На выходе она будет нам возвращать вот такую вот строчку. То есть я отсюда ее вырезаю и вставляю сюда. То есть, по сути, данная функция, она принимает в себя объект и возвращает нам уже готовый HTML. И теперь у нас определение выглядит таким вот образом. Мы называем функцию title и сюда передаем сам блок. Кстати, из интересного. Здесь я создал эту функцию через ключевое слово function. Естественно, я мог создать эту функцию через, допустим, ключевое слово const, как стрелочную функцию. Но ты можешь попробовать, и у тебя будет ошибка, потому что только те функции, которые были определены с помощью ключевого слова function, мы можем вызывать до того момента, как они были определены. Это особенность JavaScript. Поэтому здесь для того, чтобы точно избежать каких-либо проблем, я ее создаю через function, и это точно все будет работать. Соответственно, дальше я беру, вырезаю то, что мы делали для текста. Буду вызывать функцию text, куда я буду передавать блок. Да, и то же самое. Здесь я создам function, текст, он принимает в себя блок, и он также нам возвращает вот такой вот шаблон. То есть, если мы посмотрим, то ничего не изменилось. И при этом наш код стал чуть более читаемым. Давай то же самое сделаем для колонок. То есть, сразу же создам эту функцию. Допустим, назову ее columns. Она будет принимать в себя блок. Сейчас подумаем, как ее реализовать. Собственно, здесь мы будем писать html равно columns, и сюда мы передаем параметр блок. В качестве html я вырежу все вот это. И теперь получается, что у нас есть абсолютно пустой div с id-site, но при этом все остальное мы делаем через JavaScript. Здесь я возвращаю вот такой вот шаблон. Теперь, как нам сформировать динамически вот эти вот блоки. Потому что сейчас мы указали здесь три колонки, но мы же можем здесь, допустим, указывать и, например, четыре колонки. Нам нужно, чтобы мы не изменяли нашу функцию, и при этом генерировалось необходимое количество колонок. Для этого нам нужен цикл по массиву, потому что мы знаем, что в блок value у нас находится массив, и, по сути, тут такая же идея, просто мы в самой функции columns будем генерить отдельно вот этот вот контент. Значит, безусловно, мы можем пойти сложным путем, например, написать html, равно пустая строка. Дальше мы, допустим, сделаем блок value. Это массив у нас, да, то есть мы можем сделать for each. Допустим, здесь у нас будет item, где item, это как раз-таки контент данного массива. И дальше нам необходимо к строке html допустим, таким вот способом добавить шаблон. То есть я его отсюда вырезаю, вставляю сюда, и только вместо этого фиксированного текста я добавляю здесь item. Далее, вот этот вот статический текст я отсюда вырезаю, у нас уже есть готовый html, который я просто могу вставить вот сюда, написав html. Да, и теперь, если мы посмотрим обновим страницу, вот, получается, у нас есть наши колонки. Причем, обратите внимание, что мы не меняли javascript, и при этом у нас тут есть четыре колонки. Если мы хотим здесь пять колонок или шесть колонок, например, то вот они сами генерируются. Да, это как раз-таки то, что позволяет нам делать цикл. Вот, естественно, данный код можно намного круче написать. Давай сразу же посмотрим, потому что это совсем не очень хорошо. Помимо метода forEach в массивах присутствует такой метод, как map, позволяющий сразу же трансформировать массив во что-то. То есть мы можем написать следующим образом. Block value. Дальше вызываем метод map. Метод map, он также принимает в себя callback, где на каждой итерации мы получаем объект item. Он точно такой же, как и здесь. И тут уже на выходе мы можем вернуть строчку. То есть учитывая, что я пишу стрелочную функцию в одну строчку, мне не нужно писать здесь return, хотя мы обязаны здесь что-то возвращать. Дальше я вставляю данный div, закрываю этот div и сюда вставляю наш item. Соответственно, на выходе я получаю здесь переменную html и вот это вот все мы теперь можем уже убрать. То есть теперь мы все это написали в одну строчку. Давай посмотрим. Обновляю страницу. Все хорошо, только здесь есть запятые, потому что метод map, он возвращает нам массив. И когда мы пытаемся массив вывести в строчку, то он соединяется запятыми. Для того, чтобы эти запятые убрать, мы можем сами соединить этот массив с помощью метода join с помощью пустой строки, чтобы убрать запятые, и тем самым мы получаем вот такой вот тот же самый результат, только теперь он намного более лаконичный и красивый. Теперь давай поговорим про четвертый тип блоков, который у нас будет. Это картинка. Значит, сейчас я создам новую директорию, которую я назову assets и сюда вставлю картинку. Картинку ты сможешь найти в дополнительных материалах к данному курсу. У нас есть теперь картинка и давай то же самое сделаем для нее. То есть, если я напишу type, допустим, это будет image, то есть мы уже работаем исключительно через JavaScript value. Допустим, у него будет путь assets image.png. Теперь то же самое делаем для картинки. image. И здесь мы вызываем функцию image, которую, естественно, пока еще не создали. Она принимает в себя блок. И здесь мы будем возвращать строчку. Значит, div с классом row. и, допустим, сразу же будем выводить здесь картинку без колонки. Чуть позже мне это потребуется для того, чтобы правильно все стилизовать. То есть, tag mg и source мы указываем на блок value. Давай посмотрим. Сохраняю, обновляю страницу. Да, и вот мы получаем нашу картинку. То есть, как видишь, данная система у нас заработала и пока что все хорошо. Теперь, если мы посмотрим на данный файл, то мы найдем здесь большое количество проблем. В том плане, что файл довольно-таки большой получается и тут есть разные сущности, которые отвечают за абсолютно разные действия. То есть, есть модель, есть какие-то селекторы, какой-то цикл, функции отдельные. То есть, хочется, чтобы все это было по модулю, расположено и не находилось в одном файле. То есть, вообще, в идеале все декомпозировать для того, чтобы в одном файле было как можно меньше кода, для того, чтобы проще с этим взаимодействовать. Безусловно, может возникнуть вопрос, а как модульную систему эту правильно организовать? И сейчас я покажу тебе очень крутой инструмент, который очень прост в настройке, и при этом он позволяет нам создавать очень крутые приложения. то есть, во-первых, нам нужна модульность в JavaScript. Естественно, мы можем создавать отдельные файлы в корне, но это не очень удобно. Плюс, не очень удобно, что каждый раз мне приходится заходить в браузер, обновлять страницу вручную, то есть, хочется, чтобы это все делалось автоматически. Поэтому переходим в Google и ищем вот такую штуку, как Parcel.js.org. Сразу же перешел на сайт, это технология. Эта технология называется Parcel, и прелесть ее заключается в том, что он очень быстрый, он требует, вообще не требует конфигурации никакой и он служит для того, чтобы собирать веб-аппликейшнс, то, что нам как раз таки и нужно. Можно еще почитать здесь про прелесть, как его использовать. Давай перейдем в Get Started и вот как нам необходимо его установить. Но для того, чтобы сделать такую команду, чтобы все работало, нам безусловно потребуется Node.js, установленный на компьютере, потому что мы здесь пользуемся NPM. Если у тебя вдруг не стоит Node.js, кстати, проверить это можно следующим образом. Открыть какой-нибудь терминал и написать вот такую команду Node-V. Если у тебя выдается версия, то на всякий случай проверь NPM-V. Если выдается версия, то все хорошо. Если эти команды не работают, тогда переходи на сайт Node.js. это серверный JavaScript, скачиваешь текущую версию, то есть просто скачиваешь архив, устанавливаешь на компьютер и все, больше ничего делать там не придется, тут нет никаких сложных шагов и после этого снова проверить в консоли, чтобы у тебя выдавалась такая команда. Собственно, теперь с помощью NPM, кстати, терминалом я буду пользоваться прямо внутри WebStorm, мы будем уже по-настоящему генерировать наше приложение. Чуть позже нам это очень сильно поможет с точки зрения различных билдов. Пока что делаем следующее, то есть нам необходимо вначале проинициализировать наше приложение и для этого мы можем написать команду npm-init. Нажимаю Enter и для начала мы проходим некоторые шаги, позволяющие нам настроить будущий файл, то есть здесь мы можем нажать Enter, название проекта, версия пусть будет по умолчанию, допустим Description будет JavaScript, Pure Application, ну тут можно любое Description вставлять, Entry Point у нас будет Index.js, оставляю по умолчанию, тестовая команда пропускаю, пропускаю, ключевые слова можно здесь написать, например, JS, JavaScript, автор, обычно здесь пишется таким образом, то есть я пишу свое имя и дальше в треугольных скобках пишу почту, например, vmail.ru, пишу несуществующую почту, просто чтобы объяснить принцип, лицензия по умолчанию, нажимаю Enter, OK, в корне мы получаем файл package.json, где в принципе написаны все те вещи, которые мы только что делали из консоли, на самом деле данный файл нам потребуется для того, чтобы установить зависимость, тут пока нет поля Dependencies, но сейчас оно появится, и для того, чтобы все это установить, давай посмотрим на сайте мы просто должны написать либо как глобальную установку npm 100-g parsio bundler, либо тут где-то есть установка локальная, если мы хотим добавлять его к нашему проекту, это то, что нам нужно в данном случае, соответственно, я копирую данную команду, вставляю ее в консоль, здесь происходит следующее, что мы обращаемся к npm, говорим, что нам нужно что-то установить, название пакета, и дальше флаг SaveDev, для того, чтобы мы записали данный пакет, как зависимость именно для разработки, то есть это у нас инструмент, позволяющий нам просто удобнее разрабатывать, но никак не писать сам функционал, дальше просто ждем, потому что npm скачивает необходимый пакет, устанавливает его локально на компьютер, на это потребуется некоторое количество времени, но это того точно стоит, то есть сейчас увидишь в чем вообще прелесть использования различных бандлеров, в том числе парсива, когда все закончилось, мы можем обновить проект, и мы получаем здесь следующую новую картину, то есть мы получаем папку normodules, здесь присутствует большое-большое теперь количество различных файлов, на самом деле можешь на них внимания не обращать, потому что это всего лишь зависимости, то что нам важно, у нас появилось поле DevDependencies и появился пакет ParcelBundler теперь мы сможем его использовать, но для начала я хочу немножечко видоизменить теперь наш проект, потому что видишь, теперь есть проблема в том плане, что все идет в перемешку сейчас, да, и какие-то папки, файлы, то есть тут есть некоторые конфигурации, например, node-modules и package.json, те файлы, которые относятся у нас именно к проекту я хочу занести в папку source src это общепринятое название, я просто беру, переношу сюда все это дело и также переношу папку assets в папку source то есть теперь мы знаем, в папке source у нас лежат все исходники а все, что в другом месте это относится уже непосредственно к нашему проекту теперь значит у нас тут есть поле scripts и мы можем его модифицировать значит сейчас я покажу как этим пользоваться факт в том что давай назовем допустим скрипт который будет запускать нам приложение serve здесь мы обращаемся к parsel то есть просто пишем здесь parsel да, это обычная строчка и дальше по сути мы просто указываем точку входа то есть с чего ему стоит начать работу нам нужно начать работу здесь с index.html то есть это у нас является точкой входа поэтому мы так и пишем что мы переходим в папку source и я нахожу файл который называется index.html на самом деле это все то есть вот наша команда и как ее теперь запустить переходим в консоль и учитывая что мы назвали скрипт serve ты кстати можешь назвать его как угодно мы пишем npm дальше для того чтобы запустить скрипты мы пишем run это его отдельная команда и дальше просто название нашего скрипта например serve нажимаю enter и теперь нам парсио говорит что он запустился на localhost 1 2 3 4 мы можем на него нажать и вот наш проект то есть он не изменен попробуем что-нибудь изменить здесь например заголовок поставим здесь восклицательных знаков нажимаю ctrl s парсио пересобрал перехожу браузер а тут уже все изменено круто конечно круто но это не все фишки парсио это только его начало сейчас мы увидим как его что он вообще нам предлагает единственное что сейчас для того чтобы остановить процесс я нажму ctrl c чтобы выйти из него потому что это продолжительное действие я хочу немножечко настроить данный парсио потому что мне не нравится что он запускается на порту 1 2 3 4 я хочу сделать другой порт с помощью параметра минус p например 4200 или например 3000 я ставлю 4200 но здесь можешь прописать какой-нибудь кастомный порт плюс я хочу добавить здесь параметр open который позволит в автоматическом режиме открывать окно браузера и теперь если я напишу npm run serve то автоматически мы попадаем уже на localhost 4200 где настроен парсио окей круто теперь поговорим про модульность потому что я хочу теперь допустим модель вынести в отдельный файл и учитывая что у нас есть парсио теперь нам все это делать намного проще в папке source я создаю новый файл который назову например module.js и сюда беру и переношу эту модель то есть именно в этом файле мы будем описывать целиком наш сайт для того чтобы эту константу видели другие модули я пишу экспорт и теперь видишь у меня здесь нет сейчас переменной модул потому что мне необходимо ее импортировать импортировать таким образом то есть я пишу module и дальше название переменной module в фигурную скобку потому что мы тут делаем такой вот именованный экспорт посмотрим все работает теперь мы можем допустим перенести в другой файл вот эти функции потому что они являются у нас pure functions то есть те функции которые работают не зависят ни от какого глобального контекста они зависят только от параметров это классный концепт из функционального программирования и поэтому мы его здесь используем допустим я создам файл templates.js и вынесу туда все эти функции пока что это сломается значит теперь я напишу здесь экспорт 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 и еще раз экспорт теперь соответственно я могу их импортировать мы импортируем разные сущности из файла templates и нас интересует здесь title text columns и image сохраним все еще работает то есть пока что мы разнесли разные функции на разные файлы но теперь наш код выглядит намного более чистым теперь я хочу сделать небольшое улучшение учитывая что мы начали работать с партией и баннером нашего проекта потому что изначально мы подключаем css в html и теперь я хочу чтобы этот css подключался у нас именно через javascript написав вот таким вот образом перейдя в index.js и я буду импортировать стили здесь потому что это позволит нам лучше взаимодействовать потом со стилями и в автоматическом режиме их оптимизировать здесь я просто пишу maincss давай я перенесу их в отдельную папку назову styles сюда я перенесу maincss так значит импорт мы поправили да потому что добавили сюда папочку styles давай сохраним да все работает как и прежде это можно пока убрать теперь перед тем как мы еще будем улучшать данный код я хочу поговорить про парсио и про разные его режимы сборки потому что сейчас мы работаем это временная ошибка можешь не обращать внимания сейчас мы работаем только с режимом разработки и он запускает нам деф-сервер который позволяет автоматически все это обновлять но нам хочется также собирать весь этот проект для того чтобы потом его например деплоить на удаленный сайт поэтому теперь в поле скрипт я могу добавить еще один скрипт назову например его build и с помощью парсио я буду собирать весь этот проект значит здесь пишу парсио дальше вызываю команду build и дальше указываю точку входа source index.html то же самое и теперь смотри что нам это дает тут кстати есть какая-то папка dist временная мы можем ее удалить она все равно генерируется автоматически мы запускаем команду mpm run build парсио билдит нам проект и вот мы видим его output то есть то что он нам сделал значит папки dist у нас есть теперь source мэпы плюс сами файлы если мы посмотрим на dist вот наш индекс html причем он абсолютно минифицированный да то есть тут удалены лишние пробелы enter и это круто потому что это позволяет сайту быстрее грузиться есть css и за счет того что мы загрузили его через парсио он тоже у нас минифицированный полностью есть javascript и как видишь он тоже минифицированный да то есть парсио за нас все это оптимизировал нам даже ничего не нужно делать единственное что здесь мы получаем различные source мэпы то есть это больше нужно для наверное м какой то разработки да и в случае если есть какие то ошибки но мы можем эти а source мэпы убрать с помощью параметра ноу source мэпс а теперь если мы удалим папку dist и заново попробуем собрать проект то вот мы получаем всего лишь три файла в папке dist вот три файла отлично то есть теперь у нас готовая инфраструктура и теперь мы можем продолжать комфортную разработку окей возвращаемся к нашему индекс html давайте посмотрим что можно улучшить здесь потому что на самом деле тут присутствует вот такая вот некрасивая конструкция кстати давай запустим сборку проекта пмрансерф все это все закрываем здесь присутствует такая вот некрасивая конструкция потому что здесь присутствуют различные дубликаты кода да по сути мы формируем html в зависимости от типа понятно что если у нас появится еще какой-нибудь тип блоков то нам придется написать этот if что вообще неправильно поэтому здесь мы можем пока что оптимизировать данную конструкцию следующим образом учитывая что тип и название функции у нас совпадает ну мы сами так сделали то мы можем воспользоваться синтаксисом объектов в java script и получать по ключу из объекта эту функцию как это выглядит допустим в файле template.js я больше не буду экспортировать эти все функции они останутся локальными для этого файла и на выходе я буду экспортировать всего лишь одну константу которую назову templates это будет у нас объект где я буду хранить по ключам наши функции ну допустим в title я буду хранить title в тексте текст в image image и что у нас осталось columns columns то есть просто экспортирую эти функции единственное что тут мы можем не дублировать код так как в java script если ключ в объекте и значения его совпадают то мы можем просто написать здесь вот таким образом что намного более красиво получается теперь мы экспортируем здесь templates это объект да мы должны его здесь забрать теперь у нас нет этих функций но учитывая что это объект и мы можем допустим к нему обратиться давай пока вот это все закомментирую чтобы оно не вызывало у нас ошибки посмотрим в консоль логин например на templates что это такое открываю консоль смотрю это просто у нас объект да у которого есть нужные ключи это означает что к какому-то ключу я могу обратиться например как title да и получить эту функцию которая там хранится по ключу то есть смотрю вот эта функция да соответственно если я сюда передам то есть это возвращает нам функцию если я сюда передам например какой-нибудь объект у которого будет значение в илью тест или текст то на выходе вот мы получаем некоторый шаблон да то есть это означает что функция работает давай уберем функцию соответственно да маленький экскурс в javascript если у нас есть допустим переменная со строчкой title да то мы также можем получить по этой переменной какое-либо значение в объекте таким вот образом да если мы посмотрим то вот опять наша функция тайту соответственно соответственно у нас есть блок и именно по этому блок тайпу мы можем получить необходимую нашу функцию то есть для того чтобы не писать всю вот эту длинную конструкцию и примерно выглядеть это будет следующим образом если я напишу допустим создам переменную ту html и здесь я буду хранить функцию да мы будем получать ее из объекта templates и сюда я буду передавать название ключа который хранится в блок тайп соответственно эта функция которая принимает себя параметр блок да потому что все эти функции принимая параметр блок и она возвращает нам уже html нужного блока то есть я могу написать то html и сюда передать сам блок сохраню и вот наш сайт снова работает то есть видишь насколько более лаконичный стал наш код и теперь в случае если мы добавим новый элемент то нам не придется добавлять новые if то есть это я все убираю тестовые вещи я убираю единственное что нам нужно проверить что если у нас вообще определена функция то html то тогда мы будем уже вставлять этот код да если допустим нет такого ключа и мы пущили здесь undefined то потенциально эта строчка может вызвать ошибку да поэтому мы здесь проверяем что в html что-то есть кстати перед тем как продолжить дальше я бы хотел еще сказать что мы сейчас пользуемся парсовом и это как наиболее простой инструмент для сборки таких проектов и он подходит больше для маленьких проектов где действительно мы разрабатываем какие-то локальные вещи где не нужно выдаваться в глубь настроек но присутствует более популярный инструмент он называется webpack который позволяет более точечно детально и профессионально настраивать сборку проектов он чуть сложнее в настройке но при этом он дает намного больше возможностей про него кстати я рассказываю в отдельном курсе теперь вернемся к оптимизации нашего кода и посмотрим что можно улучшить теперь здесь здесь я бы хотел перейти в файл templates и посмотреть какие вещи можно оптимизировать здесь то есть например мы видим что структура каждого блока очень похожа да например тут присутствует дефроу колосом и так далее то есть везде эта структура у нас проглядывается почему бы нам вместо того чтобы каждый раз писать такой вот статический текст не создать функцию утилиту которая позволит нам это дело автоматизировать плюс более удобно настраивать сказано сделано поэтому переходим в значит корень проекта в папку source и здесь я создам новый файл который назову утилс.js обычно в таких файлах хранятся какие-то вспомогательные функции тоже pure functions да которые зависят только от входных параметров ну которые являются утилитами и например здесь я буду сразу же экспортировать функцию которую назову скажем roll что будет делать данная функция она будет принимать в себя некоторый контент и возвращать она будет нам шаблон который мы один раз пропишем да то есть это будет div с классом roll и сюда мы просто вставим этот контент то есть это просто некоторая будет обертка по аналогии я сделаю функцию которую назову call тоже будет принимать в себе контент только она будет оборачивать в класс call.sm да который мы до этого использовали теперь как нам может это помочь для начала мы можем это все импортировать то есть мы переходим в утилс и нас интересует row и call теперь вот этот код попробую переписать самостоятельно используем этих функций буквально дам тебе 2 секунды окей значит 2 секунды чтобы на паузу поставить разумеется но выглядит теперь это будет следующим образом то есть учитывая что нам нужно все обернуть в row я так и пишу использую функцию row дальше нам нужно обернуть все в колонку поэтому здесь я пишу call и дальше уже непосредственно сам контент да в нашем случае это будет пока что вот такой вот заголовок то есть вот теперь как выглядит наша функция и делает она то же самое что и до этого на мой взгляд так намного круче по аналогии мы можем сделать теперь для текста только вместо контента здесь будет вот такой вот контент да и вообще поменять самостоятельно попробую поменять да вот для всех остальных функций я это тоже буду делать значит здесь мы можем вот так вот улучшить например вот эту вот строчку вообще убрать и просто написать call item а здесь написать вот получается наш контент написать row и сюда передать html да то есть уже без строк но при этом все равно выглядит лаконично и круто ну и на мой взгляд естественно понятно значит здесь у нас будет row и сюда мы передаем наш контент окей посмотрим все ли так все так да то есть все блоки у нас присутствуют кроме одного блока с картинкой которую мы потеряли почему мы его потеряли потому что мы исправили пути но мы можем перейти в модель и уже воспользовавшись парсиум сделать по умному то есть сейчас мы будем не прописывать статический путь до картинки а мы будем прямо ее импортировать в javascript из папки assets image.png и теперь вот здесь будет храниться путь до картинки за который нам не стоит переживать теперь сохраняю image смотрим да вот наша картинка прекрасно так templates значит здесь еще есть один такой момент который хотел бы показать вот например здесь здесь видно что в метод map мы передаем callback функцию она принимает себя item и возвращает call item но когда мы с помощью какой-то функции принимающий параметр преобразовываем таким способом то на самом деле вот эта вот запись полностью идентична тому если бы я написал вот так то есть передал сюда бы эту функцию как reference и позже она бы вызвалась с нужным параметром то есть теперь мы можем написать вот таким вот образом сохраним все то же самое да но при этом стал код лаконичнее опять же соответственно теперь вот мы даже можем метод join отнести сюда и написать вот такую цепочку мне кажется так удобнее когда идет такая вот цепочка преобразований в массиве круто теперь я предлагаю усложнить наш сайт потому что ну мы научились выводить какой-то текст хорошо значит что нам с этим делать потому что хотелось бы какой-нибудь стилистики например как-то сайт вообще раскрашивать то есть как с этим поступить на самом деле я предлагаю завести еще одно свойство в нашей модели которое допустим будет универсально называться options это будет свойство это будет у нас объект где мы будем хранить какие-то необходимые свойства для конкретно этого блока ну например самый простой вариант скажем мы не всегда хотим использовать заголовок h1 то есть я бы хотел чтобы этот заголовок я мог сам настраивать пусть это будет либо h5 либо h1 либо h2 и так далее соответственно я могу завести здесь новое свойство которое назову например tag и например это у меня будет h2 то есть я передаю сюда options и как теперь нам из этих опций превратить шаблон ну в функцию да которая генерирует нам его мы принимаем как раз таки весь этот блок то есть здесь если мы посмотрим на блок options сохраним то вот мы получаем как раз таки эти опции да соответственно теперь мы можем спокойно это использовать например если я могу создать отдельную переменную const tag равно блок options tag если его нет то тогда по умолчанию пусть будет h1 да это такой специальный оператор который в случае если эта штука отсутствует то тогда мы даем по умолчанию так это просто у нас строчка да и поэтому мы можем заменить ее прямо в html здесь и соответственно здесь давай посмотрим теперь это должен быть у нас h2 да теперь это h2 если мы в модели поменяем допустим на скажем h6 например то вот он совсем маленький да h6 я думаю теперь идея ясна верну на h2 мне нравится h2 теперь допустим давай сразу поменяем название на нормальное скажем здесь я напишу construct сайтов на чистом java скрипт естественно название ты можешь самостоятельно придумывать я что-то более внятное здесь написал теперь если посмотрим то вот как выглядит наш заголовок и дальше я хочу его стилизовать то есть я хочу написать для него нормальные стили и для этого я воспользуюсь объектом options где я напишу еще одно поле которое будет называться например styles и это у меня будет пока что строчка где я просто буду перечислять в инлайн формате определенные стили естественно пока что все это упрощает для того чтобы лимитировать время данного курса но я хочу здесь передать именно саму суть допустим здесь я напишу сейчас я вставлю просто чтобы не подбирать заранее стиль в качестве бэкграунда линейный linear gradient дальше напишу совместно color пусть будет fff дальше ну в принципе пока этого достаточно чтобы именно протестировать сам функционал то есть мы сюда просто передали определенные свойства как теперь их обработать переходим в templates и здесь мы также можем получить объект styles styles options styles а если нет то по умолчанию ничего не будет неважно теперь как нам эти стили применить то есть если мы применим их для просто тега то ну ничего хорошего не получится можем конечно попробовать написать здесь style равно styles давайте посмотрим но не ожидаю ничего позитивного от этого тут он белый цвет есть нет даже линейного градиента поэтому эти inline стили нам лучше применять к самой строчке то есть к row row это у нас функция которая просто делает контент но никто нам не мешает в этой функции принимать второй параметр давай сразу его опишем который будет называться styles и пусть по умолчанию это будет просто пустая строчка теперь мы можем добавить inline стиль style куда передать эти styles соответственно теперь в шаблоне вот у нас есть этот параметр и мы просто его передаем как второй параметр в функцию row то есть вот таким вот образом и теперь если мы посмотрим то у нас ничего пока нет нужно разобраться почему то есть я беру инспектируя данный элемент здесь мы видим что у нас невалидное CSS свойства да потому что она идет в кавычках то есть сейчас чтобы подробнее было вот элемент style видишь он не может считать background да потому что он не понимает что это за кавычки и что это за синтаксис логично поэтому стоит удалить вот кавычки здесь сохраняем вуаля вот наш градиент да на блоке понятно что стили простые здесь но опять же я хочу передать именно саму суть то есть в принципе стилистика работает что мы можем еще дописать здесь например например text align center например и пусть будет padding 1.5 rem вот например такие стили чуть лучше их смотрим уже неплохо на мой взгляд уже даже очень неплохо то есть вот получили мы первый блок соответственно также хочу улучшить это место потому что тут есть определенные дубликаты код например tag tag styles стайлс с помощью синтаксиса javascript мы можем написать то же самое только в одну строчку мы говорим из какого объекта нам необходимо забрать определенные поля то есть нас интересует блок options здесь мы используем такое понятие как деструктуризация мы его кстати используем также и в импортах и здесь пишем нужные поля tag и например styles то есть это вот идентично тому что написано если мы хотим какое-то значение по умолчанию как здесь то мы можем просто здесь написать равно h1 все то есть теперь тоже мы улучшили код и теперь он стал более лаконичный соответственно я хочу теперь все то же самое сделать и для остальных блоков чтобы мы остальные блоки смогли стилизовать но перед этим пока мы еще не спроецировали все это на остальные блоки я хочу внести еще одно улучшение которое позволит нам проще взаимодействовать с моделью потому что сейчас стиль мы определяем как просто такой длинный длинную строчку состоящую из онлайн стилей короче это не очень читаемо а как сделать так чтобы это было читаемо то есть давайте комментируем круто если бы мы смогли все это описывать в формате объекта например styles и дальше здесь описать уже нужные нам свойства например background равно вот этот наш линейный градиент хотим следующее свойство допустим color без проблем значение fff значит хотим padding тоже пишем 1 рэм там у нас 1.5 рэм и что касается text-align да видишь он через дефис написан написан поэтому здесь мы должны его взять в кавычки text-align center то есть я хочу теперь чтобы стили задавались вот таким вот образом потому что это намного удобнее описывать их это можно удалить но если мы сохраним то эти стили не применяются потому что если мы посмотрим здесь у нас object object потому что мы javascript ожидает строчку а мы передаем ему объект нам потребуется еще одна утилита позволяющая преобразовывать такой объект в строчку стилей и мы можем создать ее действительно в файле utils я назову эту функцию css которая будет принимать объект стилей и пусть по умолчанию он равняется именно пустому объекту дальше существует большое количество способов как сделать итерацию по объекту я покажу наиболее оптимальный есть такой глобальный класс в javascript который называется object и у него мы можем вызвать метод keys куда мы передаем сам объект на выходе мы получаем здесь массив keys то есть если мы на него посмотрим что такое keys то мы сейчас выведем это в консоль для того чтобы использовать эту функцию на моменте когда мы формируем шаблон то есть в сам row мы уже должны передать строчку да чтобы он здесь не думал как вообще взаимодействовать с различными объектами значит здесь соответственно вот у нас объект этот мы хотим его привести к строчке да поэтому я могу просто вот так вот вызвать функцию css и естественно ее импортировать то есть все построено на функциях но при этом это будет работать значит обновляем смотрим в качестве keys мы получаем ключи то есть массив этих ключей этого объекта соответственно дальше мы можем допустим пробежаться по по этому массиву с помощью map где на каждой итерации мы получаем определенный key и здесь нам необходимо преобразовать то есть вернуть новую строчку из объекта уже в стиле то есть сам ключ он должен идти в начале поэтому здесь мы пишем key дальше там синтаксис двоеточие и после этого нам необходимо указать значение а значение мы берем из объекта styles по ключу key таким вот образом соответственно мы здесь получаем некоторый array этих стилей и возвращать мы будем array которые должны соединить через точку запятой потому что таковы правила в css сохраняем смотрим все работает классно но работающий код это не всегда финальный код потому что его можно улучшать соответственно это место тоже можно очень круто улучшить и написать красивее да то есть сейчас все это закомментируем чтобы видно было старое решение и видно было новое решение мы можем сделать то же самое только красиво значит мы прибегаемся по так момент есть некоторые сложности с управлением клавиатуры мы прибегаемся по объекту styles и мы знаем что вот эта штука нам вернет как бы массив да то есть это у нас просто будет массив но у массива мы сразу же можем вызвать метод map да который нам будет преобразовывать всю эту структуру здесь у нас будет key и здесь мы получаем можно без return написать вот эту строчку и на самом деле здесь мы сразу же можем вызвать метод join по точке запятой то есть мы теперь написали эту функцию в одну строчку но опять же супер лаконичность не всегда есть хорошо и порой лучше некоторая декларативность когда мы точно обозначаем что делают методы то есть например мы можем вот эту строчку тоже сделать красивее я ее обозначу теперь как отдельную функцию назову ее toString и тут я возьму и эту функцию опишу отдельно то есть теперь у меня есть отдельная функция которая делает приводит к строке данный стиль и теперь смотри как красиво получается то есть вот теперь наш весь метод описанный и это все некрасиво мы можем убрать да то есть теперь понятно что мы берем ключи у объекта дальше с помощью map приводим к строке каждый элемент и дальше соединяем через точку запятой если мы посмотрим то ничего не изменилось теперь я хочу чтобы мы чтобы давай поставлю на паузу так как теперь необходимо будет заполнить все остальные блоки возможно ты поиграешь со стилизацией их напишешь какие то свои собственные стили да то есть попробуешь создать этот сайт поконструировать его с своими заголовками текстами я же в свою очередь сейчас поставлю на паузу и вставлю свои данные но естественно если тебе захочется пойти с моим конфигом для сайта то ты сможешь в дополнительных материалах к этому видео скачать то же самое что написано и у меня и так я надеюсь что ты поигрался теперь давай посмотрим что получилось у меня то есть title я оставил таким который он был дальше второй блок у нас идет блок image то же самое только у него есть вот такие вот свойства отдельные стили колонки теперь в качестве value это массив определенный текст и стили вот такие и последний блок это текст у которого value равняется переменный текст я просто выше его определил чтобы там не было много что написано и здесь у нас вот такие стили то есть я сделал все то же самое что мы уже проговорили вот текст целиком ну на сайте сейчас посмотрим и это выглядит пока что вот таким вот образом то есть еще не до конца красиво по той причине что мы в других блоках не определили стилистику да давай поэтому давай перейдем сюда и попробуем то есть я надеюсь что ты смог уже самостоятельно это сделать попрактиковаться но тем не менее нам тоже нужно это сделать поэтому давай посмотрим что как это выглядит здесь собственно говоря нам просто нужно передать определенные стили в качестве текста поэтому я могу написать здесь блок options styles да в row в колонке в принципе то же самое то есть блок options styles так посмотрим не сработало почему давай посмотрим потому что в row мы передаем объект да а мы сделали так что нам нужно все это оборачивать в функцию css поэтому если пишу css в принципе можно скопировать таким образом отлично теперь что то более менее внятное получилось да то есть вот у нас есть потрясающие градиенты большая картинка которую хочется сейчас исправить но при этом уже сайт более-менее вырисовывается это хорошо теперь что касается картинки да то есть здесь мы пока что можем влиять только на стиле самого блока а вот на стиле самой картинки мы влиять не можем да и из-за этого получается что она вот такого какого-то произвольного размера поэтому нам ничто не мешает допустим перейти в модель найти картинку вот на имидж и добавить новое свойство в options которое например я назову image styles это будет объект ну и кстати для картинки мы можем придумать параметр например alt здесь я напишу это картинка ну или любой другой alt который им будет угоден в качестве стиля здесь я допустим напишу width например 500 пикселей и height after теперь естественно ничего не изменится да потому что нам этот параметр необходимо обработать в соответствующей функции значит вот у нас функция image здесь мы можем получить отдельно значит из блок options да как мы до этого делали можем получить image styles alt и просто styles да для того чтобы вот каждый раз так не писать соответственно здесь у нас будет написано просто styles alt пусть будет по умолчанию равняться пустой строке alt alt и что касается image styles то мы можем задать их прямо для нашей картинки то есть style и сюда мы передаем css image styles посмотрим да теперь эта картинка более красиво выглядит на мой взгляд но кстати тоже из вопросов оптимизации с того что javascript умеет а строчка получается довольно таки большой не очень удобно читать все если сократить допустим image styles название переменной то будет это более удобно поэтому есть такой синтаксис когда мы говорим в какую переменную эту переменную необходимо положить например в то пусть будет image styles из или просто в s да и соответственно теперь данная строчка будет чуть покороче посмотрим все работает теперь я хочу поговорить про модель то есть она уже довольно таки объемная у нас она полностью состоит из объектов и это здорово но я хочу пойти дальше ведь в javascript присутствуют также и классы на самом деле в javascript это просто конструкции позволяющие более удобно создавать объекты ну вот например сейчас мы каждый раз здесь пишем type value options наверняка где-то мы можем совершить ошибку где-то например написав там opions ну что-нибудь в этом духе и потом будем угадать а почему у нас тут блин почему-то не работает ну это такой базовый пример то есть на самом деле классы решают множество задач мы сейчас посмотрим какие и я предлагаю теперь определение этих объектов создать именно через классы для этого я создам новую директорию в проекте назову ее classes например и здесь я создам файл который будет называться blocks .js здесь я создам свой первый класс который назову например блок синтаксис у него подобный то есть для начала я создаю здесь конструктор и сразу говорю какие параметры данный класс в конструктор принимает в нашем случае это type потом идет value и потом идет options то есть больше нам тут и ничего знать не нужно все что мы будем здесь делать мы будем заносить это все в приватную в локальную переменную this то есть например this type равно type this value равно value и this options равно options все это все что мы сделаем то есть таким образом мы просто создадим объект у которого будут ключи type value и options то что нам как раз таки и нужно чтобы воспользоваться этим классом я его буду экспортировать и теперь в модели импортирую import from classes blocks и файл будет называться точнее переменная будет называться блок теперь чтобы отрефакторить данную модель я напишу здесь new блок данная штука вернет мне объект ну точно такой же по сути только теперь я этот же объект буду создавать немного иначе то есть первым параметром я принимаю здесь type title да вот эта подсказочка value просто его беру передаю и options беру и копирую весь этот объект смотрим где он заканчивается он заканчивается здесь копирую и вставляю и не получилось значит попробуем тогда вот таким вот образом нам нужно здесь перечислить вот такие ключи где то я там лишнего захватил здесь не забываем запятую все теперь получается вот это вот мы можем просто убрать сохраним посмотрим ничего не изменилось да то есть как я и говорил класс в данном случае просто нам возвращает определенный объект но теперь вот эти вот параметры нам не нужно описывать например писать type value это все делает за нас автоматически сам класс теперь попробую трифакторить самостоятельно все остальные объекты я это буду делать по сути с тобой сейчас блок значит здесь у нас image и набор опций попробуем еще раз так сделать да сработало соответственно теперь это можно удалить здесь ставить запятую здесь ставить запятую new блок опять здесь у нас будут уже columns в качестве value массив и в качестве здесь запятую не забываем опций объекты удаляем new блок текст текст и вот этот вот объект и вот этот вот объект отлично сохраним посмотрим все работает как и прежде так давай посмотрим может быть сможем консоль лог вывести здесь например вот на блок да что он теперь из себя представляет посмотрим на блок консоли то есть по сути тот же самый объект что и был до этого только теперь умный хром подсвечивает что вот он является инстансом класса блок да хотя в прототипе у него идет конструктор блока это вот и все дальше идет тот же самый объект подробнее про прототипы и про классы я также рассказываю либо на ютубе либо еще более подробно в курсе да пока мы рассматриваем такие вот совершенно базовые вещи теперь я хочу поговорить про по сути настоящее значение классов они есть у нас модели потому что сейчас мы можем уже написать более крутой и более масштабируемый код с использованием одного из принципов solid который называется open close принцип и на этом примере во первых разобраться зачем все это нужно разобраться зачем нужно open на самом деле какие проблемы оно решает ну одно из проблем на как раз таки примере вот этого нашего кода потому что сейчас у нас есть один некоторый общий класс блок и он принимает очень похожие параметры но дальше мы конфигурируем например с помощью строчки какого типа этот будет блок в нашем случае здесь допустим title имидж и так далее а что если мы создадим отдельные классы которые сразу же будут создавать нам допустим блок с типом title блок с типом имидж и так далее то есть как минимум нам уже не придется писать вот эту строчку а выглядит это все очень просто то есть начнем например с title здесь я буду экспортировать новый класс который должен наследоваться от блока именно из-за того что у него есть этот конструктор допустим я назову его title блок и для того чтобы наследоваться я использую ключевое слово extens где пишу название класса блок здесь я также реализовываю конструктор но теперь здесь уже мы будем принимать только value и только options по той причине что мы уже знаем тип этого элемента да и нам не нужно здесь дополнительную строчку делать безусловно здесь мы можем то есть когда мы пишем здесь супер да мы таким образом вызываем инициализацию этого конструктора для того чтобы появились все эти переменные да то есть это такой синтаксис учитывая что тип нам в данном случае уже не нужен то тип я могу здесь удалить хотя поторопился я с типом мы его обязательно удалим но не сегодня не сейчас значит пока что мы оставляем его фиксированным потому что мы знаем за что отвечает этот класс и дальше сюда передаем value и options то же самое нам нужно сделать и для остальных 4 блоков то есть дальше у нас идут image потом columns и текст создаем соответственно image блок да и сюда мы передаем image потом мы создаем columns columns и да здесь мы создаем текст блок где указываем значение текст что нам это дало теперь кстати класс блок мы можем не экспортировать он будет здесь локальным да и вообще допустим если сильно нужно эти классы можно перенести в отдельные файлы но тут у нас не будет очень много кода и поэтому я решил оставить их все в одном файле теперь мы импортируем все эти классы текст блок title блок columns блок image блок и смотри здесь мы пишем здесь нам нужно проинициализировать title блок поэтому теперь я пишу класс title блок убираю этот title потому что он у нас теперь автоматически добавляется в самом классе и все теперь мы просто описываем его необходимые свойства здесь тоже самое image image блок удаляем строчку image дальше columns блок удаляем строчку columns и текст блок да соответственно здесь мы удаляем строчку текст теперь наша моделька она выглядит более красивой да по той причине что ну мы не описываем здесь какие-то дополнительные поля сайт все еще работает и это потрясающе и теперь на самом деле вот то что мы сейчас удалили вот эти вот типы блоков это не сама цель это лишь маленькое бочное значение было на самом деле теперь за счет того что у нас есть для каждого типа блоков отдельный класс мы можем прямо внутри этого класса определить шаблон и полностью избавиться от файла templates как это сделать значит переходим в блоки допустим начнем с title блока для начала в родительском классе блок я реализую один метод который назову например то есть тема и называть его можно как угодно и по умолчанию он будет мне выкидывать ошибку фроу нью эрар где я напишу метод ту html должен быть реализован то есть если в каком то классе я не определю метод ту html то у меня будет здесь ошибка да если я его вызову это делается для того чтобы в каждом классе я реализовал этот метод теперь собственно говоря я пишу что допустим в тайтли блоке я хочу реализовать метод ту html и именно этот метод будет приводить мне вот этот блок к html то есть здесь я должен формировать его шаблон каким образом вот таким вот образом то есть я беру копирую все что находится в этой функции перехожу в блоке и вставляю сюда значит по умолчанию веб-потор мне автоматически импортировал все эти утилиты вот если они не импортировались обрати внимание чтобы вот такой импорт был прописан и здесь у нас есть другая проблема в том плане что у нас нет параметра блок здесь но вот это вот options на самом деле теперь хранится в ключевом слое this за счет того что мы наследуемся от блока и value в том числе то есть мы просто меняем здесь блок на this и все это все что нужно сделать теперь соответственно для title блока мы реализовали метод ту html допустим теперь можешь поставить на паузу и попробовать самостоятельно сделать то же самое для image блока да и для остальных блоков надеюсь что поставил на паузу потому что я теперь хочу уже сам написать все это реализовать то есть для image у меня это будет выглядеть таким образом здесь мы меняем блок на this так дальше у нас идет columns блок ту html копируем колонза таким вот образом меняем блок на this так ну и собственно говоря текст блок ту html вот это вот все копируем вставляю сюда здесь меня опять же на this окей давай теста ради я закомментирую здесь вот html потому что сейчас мы будем с этим работать значит что вообще нам это дало в принципе дало нам это следующее что в файле index.js мы до этого получали шаблоны из отдельного объекта templates теперь он нам вообще не нужен по той причине что давай пока это я закомментирую здесь допустим я сразу напишу false чтобы он автоматически не заходил в данный блок и давай посмотрим на то что у нас такое блок теперь темплейты мы удалили смотрим на самом деле блок теперь является одним из инстансов данного класса например title блок вот у него есть все необходимые параметры которые мы указывали и также у него если мы раскроем прототип есть метод to html то есть у этого объекта ровно как и у других объектов присутствует метод to html кроме текстового блока потому что здесь to html лежит в прототипе прототипа да он как бы идет от базового теперь например я могу написать у этого объекта раз у него есть метод to html вот таким вот образом туппич темы и посмотрим что получится а получаем мы во первых ошибку сейчас мы до нее доберемся но мы получаем здесь вот готовый уже html да потому что теперь определение шаблона хранится в соответствующем месте это означает что теперь вот это вот все нам больше вообще не нужно значит удаляем и и мы просто можем здесь написать блок to html очень красиво получается сохраним посмотрим все работает практически кроме одного места где у нас ошибка ошибка вызывается потому что мы не реализовали для текстового блока метод to html и поэтому вызвался вот этот вот метод который выдал нам ошибку он говорит что метод нужно реализовывать обязательно значит мы его реализовываем и вот и получается у нас текст теперь на самом деле это уже более крутой и профессиональный код по той причине что если вдруг нам потребуется добавить какой-то допустим новый тип блоков скажем какой-нибудь цитаты например то вместо того чтобы добавлять в файл темплейт какую-то новую функцию да это как и там с типами возиться мы просто берем создаем новый класс по аналогии наследуем все от блока и все и реализовываем этот html туда дописываем какие-то необходимые вещи которые формируют этот шаблон то есть на самом деле теперь файл темплейт мы можем взять и удалить он нам больше не нужен но это еще не все теперь нам не нужны и типы потому что они если посмотришь нигде не используются поэтому мы удаляем везде тот же это будет лишняя штука да соответственно нужно убрать его из базового класса плюс из конструктора проверяем что все работает да все работает то есть таким образом мы реализовали по сути генерацию сайта из модели да естественно это все можно усложнять но я думаю что здесь простор для фантазии будет большой теперь наша задача сводится к тому чтобы реализовать сайт бар да который позволит нам конструировать вообще данный сайт и на самом деле я бы начал со следующего вообще с файла index.js потому что сейчас тут тоже такой код написан который как бы без абстракции да то есть мы просто получаем какой-то элемент и дальше в этот элемент вставляем шаблон что если мы возьмем и напишем какой-нибудь другой класс позволяющий нам создавать условно этот сайт то есть здесь мы немножечко прикоснемся к тому как в принципе работают фреймворки то есть чтобы это больше не было магии чтобы все было понятно более-менее значит в классах я создаю новый файл который назову например сайт .js и здесь я буду экспортировать класс который назову сайт который в конструкторе будет принимать себя параметр селектор зачем сейчас увидишь здесь я создам переменную this l опять же доллар я здесь ставлю по той причине что я объяснял до этого да то есть это просто у нас будет дом элемент и дальше я проинициализирую это поле через document query selector и сюда я передам этот селектор теперь я получил здесь класс сайт зачем вообще мне это нужно за тем что теперь я могу импортировать этот класс значит я перехожу в classes и меня интересует файл с сайт класс называется сайт теперь вот эту вот переменную я могу создать через new сайт и сюда передать селектор например у нас там он был по моему сайт называется да нужно проверить в html да сайт что нам это дает потому что сейчас если посмотрим то это все нам сломало так как теперь сайт это не просто дом элемент теперь нам нужно убрать отсюда знак доллара да потому что теперь это у нас объект у которого есть как раз таки этот дом элемент мы естественно можем так вот вручную вызывать цикл модели помещение html но круче было бы если бы мы могли например у этого объекта просто вызвать какой-нибудь метод сейчас я покажу например написать сайт рендер да это как раз таки вот как в реакте реализовано да и вообще в принципе рендер это процесс когда мы переносим html в сам дом само дом дерева рендер и сюда например передать параметр model а вот этого всего чтобы не было то есть я хочу чтобы это выглядело таким образом благо теперь с помощью того что у нас есть здесь класс сделать это очень просто то есть мы берем и реализовываем метод рендер как параметр мы здесь получаем модель так вот эту модель импорт нам здесь не нужен и теперь нам нужно только поправить то есть здесь у нас должен быть теперь не сайт а вот этот вот элемент то есть вместо сайта мы пишем вискл все то есть теперь мы по модели делаем итерацию и все работает сохраним проверим вот наш сайт только теперь уже заглавный наш файл выглядит действительно красиво да когда здесь нет никаких то определенных циклов мы в принципе объясняем на таком полу компьютерно человеческом языке что вообще здесь происходит теперь поговорим про сайт бар с ним будет чуть сложнее тут мы поговорим про события но тем не менее это будет не сложно я также создам отдельный класс для него сайт бар я буду экспортировать класс сайт бар в конструктор я буду принимать также селектор значит вискл будет у нас определяться как документ к вере селектор то есть вискл на самом деле является корневым элементом для данного блока в нашем случае это будет пэнл да соответственно в индекс.js пока что мы можем создать допустим конст сайт бар равно сайт бар и сюда мы можем передать необходимый селектор пэнл класс мы импортируем соответственно сюда пока мы просто его проинициализировали и теперь давай подумаем что нам вообще нужно от этого сайт бар данный класс по сути при инициализации он должен заполнить вот всю эту пустоту с помощью формы с помощью которой мы сможем создавать динамически какой-нибудь контент для нашего сайта то есть в первую очередь он должен задать шаблон всей этой формы самое простое что мы можем здесь делать написать this l значит insert adjacent element допустим after begin да то есть я уже говорил про эти параметры и например пока что в качестве теста я могу здесь написать например h1 в общем то тест да если мы посмотрим то вот мы получаем этот заголовок теперь как нам из этого сделать формы вначале еще поговорим про более удобное использование вот таких вот вещей то есть мы шаблон здесь будем генерировать также и допустим я могу создать целый getter в классе через такой синтаксис get дальше я назову метод ну точнее getter template и он обязательно должен нам что-то вернуть то есть он нам должен вернуть ну например то же самый заголовок h1 будет template соответственно здесь теперь мы можем написать this обращаясь к инстанузу класса template только учитывая что это getter то мы здесь не пишем круглые скобочки да мы просто его получаем как переменную смотрим пока еще работает это шикарно вообще сразу же в конструкторе писать это на мой взгляд не очень удобно потому что мы еще будем делать некоторые подготовительные вещи поэтому я просто создам вспомогательный метод который будет называться init значит и в init я возьму и перенесу вот эту вот инициализацию шаблона и как только я закончился конструктором здесь я вызову метод init то есть это делается просто для того чтобы было чуть красивее можем посмотреть ничего не изменилось теперь что касается формы то есть мы теперь формируем шаблон нам нужно здесь формировать html структуру для формы и для этого я заранее подготовил определенную структуру значит я ее ставлю таким вот образом это будет у нас функция блок она абсолютно идентична тому что мы делали и до этого то есть тут вот какая идея эта функция блок принимает в себя некоторый тип и возвращает нам просто обычный html корневой элемент это форма потому что нам потребуется форма дальше идет у нас некоторый тип да мы просто выводим как строчку и дальше идут определенные классы bootstrap то есть форм-групп, форм-контрол и так далее то есть тут вообще нет ничего сложного и если ты внимательно посмотришь то здесь мы используем добавляем название value и styles то есть с помощью конструктора вот этого упрощенного который я покажу в курсе мы сможем добавлять различные поля и добавить записывать в них value и записывать в них стиль теперь значит чтобы протестировать как это работает убираем этот шаблон допустим вызывая функцию блок с типом например текст мы же текст можем создавать если посмотрим то вот наша форма да если мы нажимаем то у нас перезагружается страница это пока нормально мы сейчас это поправим если мы хотим допустим здесь добавить два блока то мы можем это все объединить в массив здесь написать блок с типом например текст здесь будет у нас блок например с типом title и это массив поэтому мы должны его соединить через функцию join пустой строчкой если посмотрим вот у нас теперь получается уже два элемента то есть на мой взгляд это очень удобно также я хочу перенести этот блок куда-нибудь в утилиты чтобы он лежал отдельно потому что это все равно pure function и поэтому она может так делать теперь мы импортируем где кстати я нажимаю на маке это options enter и enter на windows это по моему alt enter то есть помогательное меню которое позволяет автоматически импортировать подобные вещи какая проблема теперь у нас лежит такая что формы то есть но если я нажимаю на кнопку добавить то так словарь я не хотел нажимаю добавить у нас перезагружается страница нам это не нужно потому что вообще то мы пишем динамичное приложение нам нужно отменить это поведение для этого я перехожу в редактор и как только мы делаем инициализацию и как только мы поместили шаблон в дом то дальше я могу обратиться к нашему элементу и добавить новое событие то есть я добавляю одно только событие на весь блок с помощью метода addEventListener метод который я буду слушать называется submit и здесь сразу же я вместо того чтобы писать callback функцию какую-то я опишу эту функцию отдельно допустим в функции в методе addBlock или просто например add почему бы и нет пусть у нас все будет с одним словом реализовываю метод add и он себя принимает event теперь если мы у этого ивента вызовем метод preventDefault таким образом то давай посмотрим что получилось то есть я выбираю эти query параметры нажимаю добавить теперь страница не обновляется по той причине что мы отменили дефолтное поведение на submit и теперь мы можем выполнять свой какой-то код наша задача сейчас вводится к тому чтобы забрать вот эти вот значения которые я вписываю в форму и на самом деле сделать это очень просто потому что у нас есть доступ уже к ивенту да соответственно мы можем получить переменную type например через ивент таргет ивент таргет в данном случае это и есть сама форма да мы можем на это посмотреть во консоли значит здесь что-то вписываю нажимаю добавить да и вот эта форма то есть ивент таргет это и есть то с чем мы работаем как следствие мы можем допустим type получить из поля name сейчас посмотрю только на всякий случай в утилитах да то есть вот у формы есть атрибут name поэтому мы его можем получить далее чтобы получить значение value то нам нужно обратиться к значит const value обратиться к event таргет value и здесь мы указываем значение value тут небольшой дубликат получился но только из-за схожести названий потому что то value в данном случае можно так посмотреть это название контрола то есть мы его забираем да чтобы нам получить здесь styles соответственно мы здесь и говорим value styles value то есть value это свойство которое как раз таки позволяет забрать эти данные в html структуре здесь для того чтобы быстренько сделать консоль лог всех этих вещей мы можем не писать консоль логи а можем написать здесь дебаггер и обновив страницу перейдя в консоль я что-то пишу здесь нажимаю добавить мы попадаем в дебаггер здесь мы можем посмотреть какие значения вообще у нас хранятся сейчас в этих переменах то есть в type у нас хранится текст это правильно потому что это текст а в value у нас хранится заканчивается на wdq логично и styles у нас тоже заканчивается на dq то есть мы правильно получили эти значения теперь собственно говоря если мы что-то пишем например здесь там допустим 4 5 6 нажимаю добавить теперь type у нас это title value это 1 2 3 и ставим с это 5 6 то есть все корректно работает теперь нам нужно понять как это динамически добавить в нашу модель для того чтобы она отрисовала нам все это на сайте дебаггер нужно удалить здесь я сейчас пойду на сознательное упрощение по той причине что покажу суть как все это сделать и дальше я оставлю уже на твое осмотрение что ты улучшишь в этом проекте как это сделаешь то есть мне сейчас нужно определить по типу сейчас я работаю всего лишь с двумя типами текст получается и title собственно их два опишу потом предлагаю тебе просто улучшить это место чтобы оно работало со всеми типами если тип равняется тексту то тогда я создам отдельную переменную допустим new блок тогда новый блок у нас будет равняться new text блок который нам нужно импортировать из соответствующего файла сюда первым параметром мы передаем value то есть то что мы получили из формы и вторым параметром мы передаем набор options в нашем случае здесь мы указываем styles здесь мы должны указать таким образом но учитывая что ключ и значение совпадают то я могу написать вот так вот а иначе новый блок будет равняться например title блок потому что type будет равняться title тоже импортируем и мы можем посмотреть в консоли на то что такое new блок допустим здесь напишу 123 а здесь я напишу color green нажимаю добавить и вот мы получаем текст блок который готов уже к рендерингу на странице теперь значит тут еще есть определенные нюансы очень важные которые стоит оговорить потому что вот мы получили этот новый блок как нам его передать вообще к сайту чтобы сайт понял что вообще что-то обновилось и он правильно отрендерил этот элемент в первую очередь я хочу во первых улучшить этот момент этот блок if потому что он не очень красивый сейчас мы можем написать через тернарное выражение по другому то есть const new блок равно дальше мы спросим если type равняется текст тогда мы занесем сюда вот такое значение здесь можно вот так допустим вынести а иначе он будет у нас вот такого значения и теперь вот эти вот все некрасивые if мы можем убрать это одно и то же но это называется тернарное выражение когда мы вначале прописываем условия а потом через знак вопроса и двоеточие пишем определенные значения которые попадают в константу соответственно чтобы попасть в сайт у нас уже все готово здесь то есть нам нужно просто здесь передать обновленную модель то есть мы переходим в index.js получается что нам нужно понять что как только что-то изменится в сайт баре мы должны это что-то получить и изменить модель и для этого существуют коллбеки то есть это так и напишу что я сюда передаю коллбек который будет принимать себя параметр блок или просто new блок дальше как только этот коллбек сработает то я изменю модель то есть с помощью метода push я положу этот новый блок в конец модели а дальше возьму и просто вызову сайт рендер вот таким вот образом здесь кстати вот этот вот сайт бар нам не нужен ну и соответственно чтобы чуть более понятно мне кажется было я могу вынести этот коллбек в отдельное место допустим назвать его апдейт коллбек и сюда я передаю этот апдейт коллбек но нам нужно его правильно обработать то есть мы переходим в сайт бар и мы знаем что вторым параметром в конструктор мы принимаем некоторый апдейт коллбек его мы можем занести в какую-нибудь переменную скажем в this update то есть это просто сохранение функции теперь у нас есть сохраненная функция апдейт и мы можем ее вызвать в нужном месте то есть вместо консоль лога мы можем здесь написать this без второго тиса this update если ты внимательный слушатель ты наверняка сейчас увидишь ошибку но я ее сейчас объясню как избежать попробуем что-нибудь создать значит color green нажимаю добавить и мы здесь получаем ошибку ошибку которая говорит что this update is not a function почему? ведь вроде как мы корректно ее сохранили или она присутствует здесь на самом деле если подебажить немножечко подебажим чуть-чуть здесь что-нибудь пишем нажимаю добавить то есть вот у нас определяются все поля правильно нью-блог определился все круто но если мы посмотрим на this то это вообще не сам класс то есть апдейт у него отсутствует почему? здесь вопрос с контекстом в javascript и сейчас я не буду подробно на этом останавливаться вот такая довольно таки большая тема про то как с этим контекстом грамотно взаимодействовать я очень подробно рассказывал в курсе сейчас я просто скажу что в javascript есть встроенные вещи которые позволяют этот контекст привязывать и мы можем это сделать с помощью то есть вот здесь вот когда мы передаем функцию add мы теряем контекст мы можем его привязать с помощью метода bind this и это нам очень сильно поможет на самом деле это поможет вообще реализовать данную проблему теперь что-нибудь пишем color green пусть будет нажимаю добавить во-первых не чистится форма но мы видим как только что у нас появился еще один сайт то есть если я сейчас еще раз подемонстрирую нажимаю добавить оп еще один сайт появился и так далее это почти то что мы хотели но не совсем во-первых нужно чистить форму и форму чистить очень просто потому что мы берем и говорим после того как мы сделали этот апдейт что оно равняется пустой строке ровно как и control со стилями то есть мы просто присваиваем сюда пустую строчку теперь как сделать так чтобы при рендере сайт не дублировал старый сайт а делал все заново мы каждый раз вызываем рендер но не чистим шаблон то есть мы можем написать здесь просто перед тем как рендерить модель this l inner html равно пустая строка и это нам сильно тоже поможет теперь если мы посмотрим допустим я что-то пишу пусть будет текст line center color red нажимаю добавить вот у нас добавился какой-то элемент немного со стилями здесь ошибка да потому что он их каким-то образом распарсил сейчас кстати я вот не знаю почему так произошло поэтому давай вместе посмотрим во-первых то есть вместе будем дебажить да как это происходит у всех программистов на самом деле то есть нам нужно понять что у нас находится в объекте стайлс в объекте стайлс у нас точно находится строка которую мы передаем из формы то есть идем дальше по кроличьей норе и смотрим значит допустим мы текст блок реализовывали поэтому переходим в классы с блок и смотрим что у нас делает текст блок мы берем и в функцию css оборачиваем вот эти вот стили да мы можем посмотреть на то что эта штука возвращает нам там пусть будет пока переменная темп и давай посмотрим на то что такое у нас темп чтобы посмотреть что нам возвращает вот эта вся конструкция значит что-то вписываю нажимаю добавить ничего не получилось в плане стилистики но при этом мы видим что вот что на самом деле там происходит почему? потому что мы сюда передаем строчку в метод css да вот эта строчка а он сразу же начинает с ним взаимодействие как с объектом и это для нас небольшая проблема но на самом деле не сильно потому что мы можем все вернуть как было и в методе css просто спросить то есть его задача приводить объекты к формату строки в стилях но мы можем спросить что а если стили которые мы сюда передаем уже являются строкой для этого есть оператор typeof то есть если typeof styles равно string то тогда мы просто можем сделать return styles и этот код выполняться не будет сохраним вот наш текст нажимаю добавить форма чистится и вот текст который мы получаем в конце добавим какой-нибудь title но я думаю что идея уже ясна что все это работает соответственно таким образом можно сейчас поиграться с этим сайтом посоздавать что-то сделать более универсальную форму мы же пойдем дальше то есть последнее что я сделаю с точки зрения кода это посмотрю на файл index.js и здесь не то чтобы есть какая-то проблема но тоже вот не очень понятно что происходит входная точка в приложении она должна быть минимальная то есть она явно должна говорить что вообще происходит поэтому я предлагаю добавить еще одну абстракцию которая позволит нам все это дело объединить значит здесь я создам новый файл который назову ап.js это у нас будет класс ап в конструктор мы будем принимать модель и заносить ее в ключевое слово this в эту модель и здесь я реализую метод init который буду вызывать самостоятельно ну просто потому что могу могу и автоматически вызывать это в конструкторе но в этом init я напишу весь этот функционал который служит мне для работы приложения то есть здесь единственное что мы не будем импортировать модель мы будем работать с этой моделью то есть здесь мы везде пишем this model this model и все остальное все остается как есть то есть мы создаем здесь сайт мы создаем добавляем рендер определяем функцию которая следит за обновлением ну и в принципе все то есть теперь для того чтобы отрефакторить наш индекс.js мы можем написать просто new up и сюда мы передаем модель и учитывая что данная штука нам вернет объект у которого есть метод init позволяющий сейчас покажу да если я просто оставлю в таком виде то у нас ничего нет но если я здесь напишу init то появляется наш сайт либо в таком формате либо этот init можно вызывать автоматически здесь в конструкторе this init да и теперь у нас сайт работает тут уже как удобнее будет ну мне почему-то понравилась вот такая запись поэтому я буду вызывать его в ручную окей и на самом деле мы только что создали целиком это приложение то есть на самом деле как видишь здесь нет ничего сложного и при этом все довольно таки логично то есть мы поэтапно решали эти задачи и создали неплохой такой функционал поговорили про solid и теперь настало время поговорить про сборку этого проекта а конкретно про то как залить этот проект на удаленный хостинг посему я остановлю процесс сборки и для того чтобы залить проект мы будем использовать бесплатный сервис от гугла который называется firebase для того чтобы начать им пользоваться перейдем в браузер и здесь я перейду на сайт firebase просто пропишу его в гугле перехожу по первой ссылке значит здесь естественно для того чтобы пользоваться этим сервисом необходимо чтобы был аккаунт в гугле у меня как видишь он есть потому что здесь есть моя аватарка и дальше я перехожу к консоли у меня тут уже есть определенные проекты которые я сделал но я добавлю новый проект скорее всего у тебя просто будет этот шаг добавить новый проект и здесь нам нужно придумать название этого проекта допустим JS или javascript констер ну например или конструктор 2 я хотел чтобы название было без дополнительного хэша вот первый конструктор у меня уже был тем не менее здесь можно вписать любое название и нажимаем продолжить то есть мы пока создаем проект нужна ли аналитика решать тебе я не люблю ее включать поэтому просто создаю проект не буду добавлять свои данные в google их и так много у него в любом случае мы сейчас ждем пока проинициализируется наш проект потому что на самом деле в Firebase присутствует большое количество полезных вещей то есть здесь мы допустим можем бесплатно содержать облачную базу данных например для нашего проекта делать авторизацию есть различные клаудные функции то есть очень много чего крутого даже машин лернинг есть и синхронизация это там с ios и android сервис реально крутой и сейчас мы будем использовать у него хостинг да то есть мы можем перейти в поле хостинг он будет у нас бесплатный для проекта нажимаем начать и здесь нам нужно выполнить следующие шаги то есть например для начала нам необходимо установить глобально такой инструмент который называется Firebase Tools копируем эту строчку то есть здесь мы также работаем с npm если ты на windows то просто пишешь npm install минус g firebase tools если ты например на маке то лучше написать через суду потому что это добавляет права чтобы в глобальную область видимости установить данный пакет значит ждем пока он установится пока можем посмотреть что нам делать дальше то есть как только все это установится нажимаем далее и после этого нам необходимо будет войти в аккаунт google с помощью команды firebase логин здесь все установилось с помощью команды clear я очищу консоль значит и здесь я пишу теперь команду firebase логин он нас спрашивает разрешить ли firebase коллекционировать какие-то данные в общем не хотим чтобы он ничего коллекционировал значит здесь я перехожу на свой аккаунт логин был успешно произведен чего там делать дальше дальше нужно написать firebase init значит перед тем как писать firebase init я предлагаю почистить все вот эти вот системные папки дист и кэш и перед тем как опять же инициализировать проект с firebase я напишу npm run build для того чтобы сбилдить весь этот проект потому что это нам нужно будет теперь мы получаем папку дист и кэш свежие но нас интересует то что вот все наше приложение хранится теперь в дисте соответственно теперь мы можем написать firebase init значит здесь мы стрелочками выбираем что нам нужно нам нужен только хостинг я ставлю пробел и теперь нажимаю enter здесь он нам предлагает выбрать какой-то проект я хочу выбрать уже существующий проект и проект называется javascript конструктор 2 нажимаю enter ну то есть тот проект где мы хотим в общем то куда все это задеплоить теперь он нас спрашивает вы хотите в качестве публичной директории использовать в общем он спрашивает какую публичную директорию мы хотим по умолчанию это директория public у нас она называется дист поэтому здесь я пишу дист дальше он спрашивает сконфигурировать ли наше приложение как single page application на самом деле просто все правила будут переписаны на корневой адрес индекс.html вообще нам это нужно поэтому здесь я пишу yes дальше он спрашивает что файл dist.index.html уже существует перезаписать его нет не нужно его перезаписывать мы сами его создаем все настройка готова у нас появляются различные файлы по типу firebase.rc где есть вот эти вот значения firebase.json и теперь в общем то чтобы нам все это дело залить мы пишем firebase.deploy открыть консоль пишем firebase.deploy деплой больше нам ничего делать не нужно то есть firebase сам определит куда ему все это заливать как это все развернуть раскрыть и факт в том что теперь мы получаем вот такой красивый адрес javascript конструктор 2.web.app нажимаю на него и попадаю вот на этот конструктор который должен полностью быть рабочим тут есть и картинки и все эти значения чтобы было привычнее то у меня просто масштаб стоял вот как это у меня выглядело да соответственно вот это как выглядит на обычном масштабе соответственно теперь в поле хостинг у нас есть два домена они причем разные которые мы можем использовать для этого приложения то есть на самом деле мы с нуля создали этот конструктор теперь у нас доступен на удаленном сервере в случае если мы допустим захотим что-то поменять ну скажем что мы можем поменять например сделать этот текст зеленым это будет ужасно но что не сделаешь ради практики значит мы переходим в нашу модель и допустим здесь мы говорим что это у нас будет green как теперь нам это исправить на удаленном хостинге все очень просто мы делаем npm run build заново билдим проект потому что именно сбилженные файлы мы заливаем и firebase deploy вуаля зеленый цвет то есть это естественно так делать не нужно но я просто показал как это теперь обновлять что это все очень просто настроено у нас теперь и этим можно пользоваться на этом я хочу завершить потому что в процессе данного курса мы очень много концептов каких разобрали мы создали с нуля целое приложение мы поговорили и про solid и про олп про сборку проектов естественно сейчас это все было вот таком очень базовом приближение очень простые конструкции мы использовали то есть мы делали упрощение с точки зрения настройки environment а мы делали некоторые упрощения например при передаче колбека потому что в идеале там нужно работать не через колбек а например создавать такую концепцию как event emitter который будет передавать различные свойства можно делать намного более сложные структуры классов которые будут позволять нам автоматически работать с событиями и так далее то есть на самом деле мы затронули только лишь базу да но при этом я показал что с помощью java script можно создавать не только какие-то простые скриптики а можно создавать даже без фреймворков целые приложения то есть вот это приложение если ты покажешь допустим на джуновскую позицию скажем в качестве портфолио это уже будет очень круто потому что ну ты сам создал динамический сайт более подробно естественно я про все эти вещи рассказывал в большом курсе по java script где мы с нуля создаем целый excel то есть создаем там целый фреймворк и используем уже продвинутый о п мы используем различные принципы различные паттерны и так далее то есть это такой проект на минималках по сравнению с тем что там будет потому что мы также еще реализовываем различные дата стори типа редакции и так далее то есть все то что используется сейчас в современном вебе для того чтобы это можно было понять этим же курсом я хотел показать что на самом деле действительно на практике вот так вот когда ты пишешь код ты действительно лучше запоминаешь и начинаешь понимать как те или иные вещи использовать и как вот практикуясь научиться решать задачи то есть ты в процессе берешь и там что-то не работает начинаешь разбираться почему это не работает поэтому благодарю тебя за внимание мне было очень интересно разрабатывать данное приложение вообще очень люблю что-то разрабатывать с нуля надеюсь тебе тоже ну а мы с тобой увидимся дальше счастливо счастливо счастливо